МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волонец. Сегодня я расскажу вам о сельском хозяйстве. Это одна из важнейших отраслей экономики Республики Беларусь. Доля сельскохозяйственного производства составляет около 7% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе Беларуси работает около 9% от общего количества занятых в экономике. Отечественное сельское хозяйство полностью обеспечивает внутренние потребности страны в продуктах питания. Это гарантирует продовольственную безопасность нашего государства. Продукция сельского хозяйства в нашей стране – это одна из составляющих ее экспортного потенциала. В 2019 году выручка от ее экспорта превысила 5 миллиардов долларов. Результат труда белорусских аграриев экспортирует в 88 стран. По экспортному потенциалу продукция сельского хозяйства занимает четвертую позицию и уступает только таким стратегическим направлениям, как нефтепродукты, минеральные удобрения и продукции машиностроения. За последние 10 лет объемы сельскохозяйственного производства в нашей стране выросли примерно на четверть. 2019 год был достаточно удачным для всех белорусских аграриев. Сельчане произвели продукции на 20 миллиардов рублей. В целом производство увеличилось почти на 3% по сравнению с предыдущим годом. Вклад Гомельской области в общий объем сельскохозяйственной продукции Беларуси составляет порядка 15%. Много это или мало? Давайте разбираться. Если рассматривать просто статистику, то по этим показателям наш регион далеко не в лидерах. Например, в 2019 году на Гомельщине смогли собрать чуть больше 900 тысяч тонн зерна. Это в два раза меньше, чем у региона лидера Минской области. Причина – низкая урожайность зерновых культур. Всего чуть больше 23 центнеров с гектара, что в полтора раза меньше, чем на Минщине. Однако это не значит, что аграрии Гомельщины трудятся хуже, чем в остальных регионах. Низкая урожайность и, как следствие, низкие воловые сборы сельхозпродукции обусловлены у нас непростыми условиями, в которых приходится работать. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 27 ноября 2019 года номер 800 практически все районы Гомельщины отнесены к статусу неблагоприятных для производства сельхозпродукции. Как отмечается в постановлении, в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями, организация высокорентабельного производства в нашем регионе не представляется возможной. Но это вовсе не означает, что все так плохо. Например, по итогам прошлого года Гомельская область, несмотря на низкую урожайность, смогла выйти на второе место по производству овощей в сельскохозяйственных организациях. Новый 2020 год в целом начался удачно для белорусских аграриев. Как сообщает Белстат, в январе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских, фермерских хозяйствах производство продукции в текущих ценах составило 957 миллионов 300 тысяч рублей и увеличилось по сравнению с январем 2019 года на 4,5%. Однако, если смотреть на эти цифры в разрезе областей, то среди всех регионов Гомельская область – единственная, которая по итогам января не смогла достигнуть прошлогодних показателей. Минус по отношению к январю прошлого года составил чуть больше 2%. Вместе с тем, гомельские аграрии не теряют оптимизма. В их планах на нынешний год собрать почти 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Это на четверть больше, чем было собрано в 2019-м. Планы амбициозные, но вполне реальные. Как отметил председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Александр Гриньков, в Гомельской области структура площадей сформирована. Работаем на качество, и все будет зависеть от урожайности. Это немаловажный фактор. Но увеличение площадей мы не планируем. Это были цифры и факты с Натальей Волынец. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова